МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из первых предприятий в нашем городе, которое посетил главный технический инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Павел Федотов и председатель городского объединения профсоюзов Елена Соловей стал завод торгового машиностроения. В цехах предприятия инспекторы обращали внимание буквально на все. Состояние освещения, температурный режим, наличие спецодежды согласно зимних условиях труда. Проверки и рейды технических инспекторов проходят на предприятиях и в организациях во всех регионах Брещины. Если есть какие-то недостатки, недочеты, и, соответственно, мы выдаем рекомендации. Каждый технический инспектор должен посмотреть не менее 20 организаций. Председатель районных городских объединений в том числе такое же количество. Рекомендации на устранение нарушений, они должны быть исполнены к установленному сроку. И уже такие случаи были. Где-то спецодежда утепленная не выдавалась, то мы потребовали в этих рекомендациях. Где-то размер утепленных курток не могли подобрать работнику. И в тот же день эта проблема решалась, когда мы посещали эти предприятия. Особое внимание во время рейда на Торхмашу уделялось вопросам санитарно-ботовых условий, об устройстве раздевалок, помещений для отдыха и приема пищи, и температура в них, как именно налажено отопление, наличие тепловых пушек и многое другое. Мы уже побывали довольно-таки много предприятий за первую неделю декабря, потому что акция эта проводится с 1 декабря по 31 декабря. Информация поступает мне еженедельно, и эту информацию я предоставляю Федерацию профсоюзов Беларуси. Хочу сказать, что при посещении предприятия, которое называется Торхмаш, где мы находимся, очень много сделано нанимателем, профсоюзным организацией, целым коллективом по созданию благоприятных температурных условий. Мы увидели и тепловые завесы, и обогрев цехов, мы посмотрели санитарно-ботовые условия. Я просто увидел, как можно провести, и как это достойно выглядит, тепловая модернизация зданий. Все это сделано для людей, для коллектива. Надо отметить, что на Торхмашу большое внимание уделяется вопросам соблюдения безопасности условий труда. За этим следят общественные инспекторы. Первоочередно мы проводим ежедневный контроль вообще условий труда по цеху, если так сказать в общем. А вообще ежедневно, конечно же, это использование средств индивидуальной защиты работника, чтобы он был в первую очередь, конечно же, в спецодежде, использовал нужные все средства защиты по инструкции охраны труда, чтобы не были загромождены проходы, проезды, соблюдался водно-питьевой баланс в цеху, режим работы, режим на отдых, режим на труд и, конечно же, температурный режим в холода. То есть полностью ежедневный контроль условий труда для рабочего. Я работаю 23 года на предприятии, предприятием очень доволен. Никуда не хочу уходить. На питание дают молоко. Температура в цеху очень хорошая. Мы довольны. Работники предприятия условиями своего труда довольны. В цехах всегда тепло. Спецодежда тоже выдается вовремя. Ежегодно на Туркмарше принимается специальная программа, которая направлена на улучшение условий труда работников. На нашем предприятии одним из направлений деятельности совместной администрации профсоюзного комитета является как вопросы охраны труда, а также с помощью общественных инспекторов мы ежедневно наблюдаем за состоянием санитарно-бытовых помещений, то есть по соблюдению температурного режима на предприятии. Ежегодно у нас разрабатывается план мероприятий по охране труда. Далее в течение года мы следим за выполнением этих мероприятий. На предприятии работает комиссия на паритетной основе, то есть 6 человек со стороны нанимателя, 6 человек со стороны профсоюза. Далее, что можно сказать, работники наши в полном мере обеспечены спецодеждой, то есть соблюдается температурный режим. Кроме того, работники обеспечены горячим питанием. Дотация на горячее питание на сегодняшний день составляет 2 рубля 50 копеек ежедневно каждому работнику. Согласно границионно-технических мероприятий комплексного плана развития предприятия в 2017 году был закончен капитальный ремонт здания инструментального цеха, которым была предусмотрена замена оконных блоков утепления фасада и кровли здания. Объем финансирования составил 263 тысячи белорусских рублей. Согласно мероприятиям по хранению труда предприятиям в 2016 году было направлено 2 миллиона 541 тысячи белорусских рублей. За 9 месяцев 2017 года эта цифра составила 66 тысяч белорусских рублей. Хочу также отметить, что в данный момент на предприятии ведутся ряд мероприятий, которые направлены на улучшение условий труда работников нашего предприятия. Увиденным на ОАО «Трукмаш» инспекторы остались довольны. В целом сожилось хорошее впечатление о той работе, которая проводится на предприятии. Заметно, что решение этих вопросов – результат совместной работы службы охраны труда, профсоюзной организации, главного инженера и руководителя. Температурный режим мы уже проверили где-то в 15 учреждениях и предприятиях города. Это и ЗАО «Атлант», это и обувная фабрика, это два учреждения здравоохранения. Хочу отметить, что температурный режим у нас соблюдается практически везде. Там, где есть какие-то небольшие замечания, они, естественно, устраняются. Существуют комнаты обогрева, существуют комнаты приема пищи. В очень хороших состояниях находятся душевые, санузлы. И примером тому является даже наше сегодняшнее посещение предприятия «Таркмаш», где действительно для людей созданы все условия для того, чтобы работать, трудиться и наращивать свои производственные объемы. Остается добавить, что в Федерации профсоюзов постоянно работает горячая линия, которая позволяет оперативно выявить недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению. В Брестской области любой работник может сообщить о нарушениях по телефонам областного объединения профсоюзов. Председатель Брестского областного отделения Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Дмитрий Куделько посетил Барановичский автоагрегатный завод и ознакомился с тем, как здесь налажена работа. Завод выпускает комплектующие к автобусам, грузовикам, железнодорожному транспорту. Предприятие входит в состав холдинга «Белавтомаз». Во время проверки внимание уделялось не только условиям непосредственно на рабочем месте, но и санитарно-бытовым условиям обустройства раздевалок, помещений для отдыха и приема пищи и температуре в них. Согласно утвержденному графику мониторингов, мы посетили завод, Барановичский автоагрегатный завод. В ходе мониторинга мы проверили состояние, температурный режим в цехах, на рабочих местах, проверили обеспечение работников теплой спецодеждой, также уделили внимание работе общественных инспекторов, пообщались с мастеров в цехах, посмотрели, как ведет свою работу общественный инспектор в каждом цеху, как ведутся журналы ежедневного контроля за состоянием охраны труда на участке в цехах. Вот было уделено в основном вот этим моментам. Замечания были, но они были незначительными. Часть замечаний были устранены в ходе мониторинга. Те замечания, которые наниматель не смог устранить в ходе мониторинга, мы выдадим рекомендацию с указанием сроков на устранение выявленных замечаний. Правсоюзная организация и руководство предприятия тесно сотрудничает по вопросам обеспечения безопасности на производстве, так как это главное для каждого. Поэтому ежедневно эти вопросы контролируются общественными инспекторами, которые есть в каждом цеху. На предприятии имеется план мероприятий, которым предусмотрена модернизация и улучшение условий труда. Намечаются планы по работе в осенне-зимний период, особенно зимний период. Поэтому у нас, кроме того, что разработаны мероприятия по техническому переворужению, для закупки специальных обогревающих средств – это инфракрасные приборы теплового излучения, которые у нас применяются в механосборочном цехе номер 3. Это американские обогреватели «Комбат». Закупается теплотехническое оборудование, утепляются здания, сооружения, наносятся специальные растворы для утепления стен, меняются окна. В этом году мы поменяли около 100 окон в заводских помещениях, в помещениях завода управления. Также в этом году мы закупили много энергоэффективного оборудования. Позиция Федерации профсоюзов Беларуси относительно соблюдения температурного режима однозначная. Наниматель обязан обеспечить работникам условия труда предусмотренное законодательство. К примеру, в механических цехах зимой должно быть не менее 17 градусов выше нуля, в механических литейных, кузнечных, термических, сварочных не ниже 15 градусов, в офисах не ниже плюс 20 градусов. В ходе мониторинга контролируется температурный режим в цехах и на рыбочих местах, в санитарно-бытовых помещениях, обеспечение работников утепленной специальной одеждой и обувью. Параллельно аналогичную работу выполняют специалисты организации с участием председателей профсоюзных комитетов и общественных инспекторов по охране труда. При проведении мониторингов на некоторых промышленных предприятиях области возникают определенные трудности с поддержанием температурного режима в цехах, на рабочих местах. В связи с этим условия труда работников расцениваются как вредные и опасные. И наниматель обязан обеспечивать работников спецодеждой теплой, оборудовать помещение для отдыха и обогрева, регламентировать перерывы, а также при температуре воздуха на рабочих местах ниже допустимой сокращать рабочий день в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Несмотря на все эти компенсационные меры со стороны нанимателя, применять их можно временно. Редактор субтитров А.Семкин